Ребята, привет! Привет, YouTube! Меня зовут Гузель, я студентка из России, которая учится в Германии. Сейчас, на данный момент, я нахожусь в России. Я приехала на месяц на свою малую историческую родину. Это село, которое находится 70 километров от города Миллионника, города Уфы. И сейчас, сегодня я хочу рассказать о своём опыте онлайн-обучения. Честно говоря, когда я приезжала сюда, я была немножко наивная по поводу онлайн-обучения. Я думала, это будет проще, я думала, это будет доступнее, потому что, ну, не знаю, я думала, что... Работает. Правда, очень-очень медленно. Что, подучилось, что сейчас к вам ушло? Да, вот у меня соседи живут напротив, у них есть Wi-Fi. Но он очень медленный, но если очень долго ждать и... И возле окна сидеть. Если долго сидеть, ждать возле окна, вот прям... У них Wi-Fi, у них Wi-Fi роутер прям возле окна, вот смотри, вон там вот. Если я сижу возле своего окна, то я могу поймать их интернет, но он очень медленный. Сегодня начинается, сегодня проходит мой первый такой большой проект в моем обучении. Это проведение пресс-конференции. Я отвечаю за техническую часть стрима, то есть за ту часть, что работает ли здесь звук, все ли хорошо с картинкой. На самом деле это очень волнительно. Пресс-конференция по поводу наших проектов. Здесь мы видим... Здесь мы видим наших преподавателей, представителей прессы, моих одногруппников. Вот, работают они в стрим-комнате. Но чтобы проверить почту, достаточно. Так что вот, так вот. Ну, ждем тогда, ждем. Значит, загружается. Ну, когда-нибудь загрузиться, это лучше, чем ехать к моей тете за интернетом. Так что работаем, работаем как можем. Раньше вообще не было таких возможностей. Спасибо соседям. У них 8 детей и есть Wi-Fi для онлайн-обучения. Ура! На хрен не свалюсь. Ааа! Сейчас мы пробуем ловить интернет. Ах! Ах! Нет. Что-то вообще... Я читала, что очень хороший интернет на дороге. Давай попробуем, там поймаем. Между занятиями небольшой перерыв. Я сейчас пытаюсь поесть вот в такой странной позе, чтобы преподаватель не видел моего лица, что я ем. То есть оно сейчас... Сейчас у нас немецкий язык. Сейчас мы представляемся, знакомимся. Рассказываем, как прошел наш день. И я пытаюсь немножко перекусить. Моя тетя живет в этой деревне, но сегодня МЧС прислала смс-ку, а штормовое предупреждение 17 метров в секунду. Будет южный ветер, поэтому мы едем на машине. И заодно я покажу наши дороги. В этом году еще хорошо засыпали гравием. Мы за это заплатили каждый дом по 2000 рублей. Поэтому вот так вот тихонечко выезжаем. Смотрим, нет ли там коров или овец, или просто пьяных водителей. Вот в такой деревне я живу сейчас на три недели. Приехала из Германии. Честно говоря, очень сильно отличается от немецкой деревни. Мне кажется, даже нельзя сравнивать. Но мне нравится. Посмотрите, какие здесь цветные дома. И вот уже скоро у нас проводит интернет. Говорят, что будет интернет. Мы этого ждем. Ну здесь хорошо. Смотрите, у каждого дома практически есть тарелки, с помощью которых мы ловим кабельное телевидение. Раньше было только 2-3 канала. Сейчас есть кабельное телевидение. И сотовые телефоны тоже ловят. В принципе, можно поговорить, только интернета нету. Моей тети сейчас нету дома, поэтому мы постараемся найти ключи и проникнуть в дом. Но это все легально она разрешила. Теперь весь интернет будет знать, где у моей тети есть ключи. Ой. А что-то ключей-то здесь нету. Блин, а где ключи? Может, другой салон? Все, welcome to Russia. Вот так мы живем. Ну как организовывать? Техническая организация мероприятий. Техническая организация мероприятий. Да, у... Когда ты учишься онлайн и живешь в таком месте, где у тебя нестабильный и вообще непонятный интернет. Есть, есть, нет, нет. Во-первых, сразу, когда ты находишься на занятиях с преподавателем, поставь его в известность об этом. Только надо, конечно, каждый раз писать, чтобы раздражать людей. Просто поставить в известность, что так-то и так-то у нас тут нестабильный интернет. Я вас сразу предупреждаю, что я могу пропадать. Пожалуйста, если что. Это мои курицы. Когда курицу вот так вот говорят, значит, они снесли яйцо. Вот так, я пока-пока переживаю куриную атаку. Я не знаю, вам слышно или нет. И вот, продолжаем. Верх нужно поставить в известность и попросить разрешение. Допустим, у нас преподаватели требуют, чтобы они хотят видеть наши лица. И я их прекрасно понимаю, поэтому нужно попросить разрешение. Я могу только со звуком быть, потому что у меня нестабильный интернет. И когда будет только звук без видеоизображения, проблем будет меньше. Поверьте мне. Итак, мой второй лайфхак. Нужно сделать так, чтобы... Нужно использовать какой-то фон сзади себя. Мне это, честно говоря, понравилось. И каждый раз, на каждом занятии у меня новый фон. И преподаватели отмечают, типа, о, гузель, у тебя новая фотография. О, ты теперь здесь сидишь, здесь сидишь, здесь. Потому что, когда вот это было, людям было безумно интересно, где я нахожусь. И они вообще думали, вот такая деревенская девочка сидит тут в курятнике или где-то, где-то ловит интернет. А сейчас у меня есть фон, и у меня вообще нет никаких проблем. В-третьих, что я могу сказать? Не знаю. Мой третий лайфхак. Мой третий лайфхак. Никогда не сдаваться и пытаться найти интернет. Общаться с людьми. И, на самом деле, в России очень отживчивые люди. И пытаться общаться с людьми, искать интернет. Допустим, я хожу к соседям, я хожу к родственникам. И вообще у меня скоро уже проведут интернет. Но, к сожалению, я уже к этому времени уеду. Буду пользоваться интернетом позже. Но и меня радует, что даже в такие деревни у нас появляются новые технологии. Дорогу пока не достроили. Приходится ездить так. Но интернет будет. Это радует. Спасибо, что были со мной. И пожелайте мне удачи уже здесь. И что я могу сказать? Онлайн – это классно. А сейчас я наслаждаюсь своим временем в деревне. Всем пока!